О главных событиях этого дня расскажут мои коллеги Янина Приходько. Здравствуйте! Принцип одного окна и удобство для всех. Новый многофункциональный центр в Ростове адаптировали для инвалидов. Допустим, желтый круг мы видим уже давно. У нас коммерческие организации на дверях, на стекле они размещаются. Специально это сделано для людей с нарушением зрения. Стены все равно будут серыми. В Ростове огласили результаты голосования по оформлению подземного перехода на Ворошиловском. Вообще непонятно, почему демонтаж плитки начался еще до того, как мы с вами получили это голосование. Это, я считаю, нарушение. Чудеса, да и только. На Нансена перевернулась машина, на Королева съехал в Кювет автобус. Новости соцсетей. Диагноз «свиной грипп» подтвердился у 327 жителей Ростовской области. Вирус САШ-1Н1 унес жизни 10 человек. Такие данные приводит региональный Минздрав. При этом в небольничной пневмонии, которая является осложнением заболевания, зарегистрированы почти у полутора тысяч дончан. Основная часть заболевших госпитализирована в стационары. Из них 164 ребенка и 4 беременные женщины. Из-за угрозы распространения остро-респиранторных вирусных заболеваний на карантин закрыто 60 школ и 50 детских садов, в том числе 3 учебных заведения в Ростове. И сегодня по поручению губернатора срочную пресс-конференцию по гриппу собрал главный санитарный врач области Михаил Соловьев. Мы имеем уже стабилизацию педпроцесса. А более того, среди детского населения идет снижение заболеваемости. Сегодня начали болеть взрослые. Прогноз сегодня такой, что мы где-то 2-3 недели еще будем находиться в таком состоянии, достаточно больном и нервозном. А затем ситуация будет потихонечку упрощаться. Подробности смотрите в наших следующих выпусках. В Ростове открылся еще один МФЦ. Оборудованный с учетом всех требований программы «Доступная среда», он принимает посетителей на Борисоглебской, 12. Многофункциональный центр готов предоставить людям с ограниченными возможностями не только свои услуги, но даже рабочие места. В области таким образом трудоустроены уже четыре десятка инвалидов. Специально для них адаптируют все помещения. Допустим, желтый круг мы видим уже давно. У нас коммерческие организации на дверях, на стекле они размещаются. Специально это сделано для людей с нарушением зрения, для слабовидящих, потому что желтый цвет, он наиболее адекватно воспринимается в данной категории граждан. К слову, все посетители могут следить за качеством услуг МФЦ. Это позволяет делать специальное мобильное приложение, а также установленные в центрах информационные терминалы. По статистике, клиенты в основном жалуются на время ожидания. Тема эта новая, и люди по старинке привыкли приходить пораньше, с утра, до того, как начнется работа. У нас МФЦ работает с 8 утра. Большая часть граждан работает с 9. И все стараются вот к 8 прийти и получить услуги. Несмотря на то, что можно прийти в обед, можно прийти в 8 часов вечера до 8. С 8 до 8 вот просто видно, дано МФЦ работает. Тем не менее, работая многофункциональных центров, довольны 96% жителей региона. Выбор сделан, но стены останутся серыми. Власти огласили результаты голосования по оформлению подземного перехода на Ворошиловском. Ростовчане поддержали вариант, который предполагает светло-бежевые панели. Однако отделка серой плиткой началась задолго до самого опроса. Так что же будет обрамлять историческую мозаику, выясняла Яна Габазова. Вариант номер 1 набрал 129 голосов. Вариант номер 2 – 86. Вариант номер 5 – 43. Вариант номер 4 – 12 голосов. И вариант номер 3 – 9. И вариант номер 6 – 5. Судьбу подземного перехода на пересечении Большой, Садовой и Ворошиловского решило голосование. Весь январь неравнодушные ростовчане выбирали лучший из шести предложенных вариантов отделки. Первый со светлыми панелями пришелся по душе большинству. По мнению дизайнеров, такое цветовое оформление позволит выделить мозаичное панно и сделать акцент на навигации. Мы руководствовались тем, чтобы решение было лаконичное, уместное, современное. Также, конечно, пытались учитывать пожелания жителей города максимально сохранить мозаику имеющуюся, так как она является, скажем так, объектом особой любви горожан. Объект особой любви горожан вызвал немало споров и неугасающих дискуссий. Ремонтные работы начались раньше итогов голосования, а светлые тона остались только на картинке. Стены перехода уже отделаны серой плиткой, но дизайнеры обещают, со светодиодной подсветкой цвет и красочное панно заиграют по-новому. Изначально были заложены вот эти белые панели. Они действительно придают современный вид, потому что уходит вот эта плитка, вот это очленение. Масштабность при этом перехода, она не изменяется. Но по факту там уже устраивается серая плитка. Вообще непонятно, почему демонтаж плитки начался еще до того, как мы с вами получили это голосование. Это, я считаю, нарушение. В любом случае, тема закрыта, дают понять в администрации. Теперь ростовчан волнует новый вопрос. Как сложится судьба еще четырех переходов с исторической мозаикой? Чтобы избежать споров, концепцию других проектов обещают прорабатывать более тщательно. Господин Панченко, я вам предлагаю, у нас еще есть четыре перехода с мозаиками. Вы прекрасно можете со своими студентами разработать какие-то концепции дизайнерские. Что касается текущего ремонта, скоро в переходе начнется демонтаж ларьков. За ними скрыто еще несколько исторических панно. Оценить результат работы журналистов и всех неравнодушных приглашают 1 февраля. Яна Габазова, Владимир Дудник, Южный регион. Сразу несколько необычных происшествий на дорогах обсуждают сегодня ростовчане. Утром в сети появились эти фото с проспекта Королева. На них видно, как 83-й автобус съехал с проезжей части на обочину. Крупногабаритная машина оказалась в снежном плену и самостоятельно выбраться из ямы не могла. Пользователи предположили, что либо магистраль чистили, неважно, либо общественный транспорт ездит на летней резине. В чем причина другого ДТП, разгадать сложнее. Произошло оно накануне, еще до того, как ростовские дороги занесло снегом. На Нансена при загадочных обстоятельствах перевернулась машина. Скорее всего, автомобиль столкнулся с ограждением или дорожным знаком, написали очевидцы. Сотрудники транспортной полиции упали и отжались. Руководители линейных подразделений сдали зачеты по физической, правовой, служебной и огневой подготовке. Огонь! Начальник управления окружного управления полиции на транспорте физической формой своих ростовских подчиненных остался доволен. Лучшим вручил благодарственные письма, а еще кубки, грамоты и ценные подарки за отличные показатели. В минувшем году сотрудники ведомства раскрыли почти 2000 преступлений. Итоги своей работы они подвели на расширенном заседании коллегии. Спрос за каждый день работы, потому что мы не можем в другом режиме работать. Я еще раз повторяю, в такой сложной социальной обстановке находимся, сложной политической обстановке. И народ требует от нас обеспечения безопасности, и мы должны быть примером. По информации руководства, значительную работу полицейские провели по недопущению терактов на объектах транспорта. Приоритетная задача останется и в этом году. Занимайтесь спортом, закаляйтесь и не забывайте следить за новостями на нашем портале rostovlife.ru и на радио Ростов-ФМ на частоте 89,4. Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова